Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Следующий вопрос, он тоже касается огородной темы, темы семян. Очень многие у меня спрашивают, вот видят, когда я показываю те другие пакетики, какой фирмы семена я покупаю, каким фирмам доверяю, и рассказать что-то вот о том, где хорошие семена встречаются, где плохие. Я сразу скажу, что если бы я занималась постоянно из года в год покупкой, например, одной и той же фирмы семян, и я бы отслеживала их качество, я могла бы дать какую-то оценку. Оценку вот этим семенным различным фирмам я дать не могу, сейчас скажу почему. Потому что я выбираю совсем по другому принципу. Да, некоторые люди, которые пользуются только магазинными семенами, они вот тестируют семена различных фирм, и у них уже устанавливается какая-то, ну как, какая-то оценочная шкала, что в каких-то пересортах вообще не встречается, в каких-то нет. Я же выбираю сорта совсем по-другому. Мне нужен именно сорт, именно сортовые характеристики томата, а не фирмы. Я сейчас объясню, в чем это различие. Вот когда я показала, что я выписала, там на 3000, по-моему, всяких семян из Москвы, из московской фирмы, я выписала не из семенной фирмы, а из интернет-магазина, который из различных, ну как, торгует семенами различных фирм. Беру даже вот такие вот, если мне нужен сорт, даже вот такие. И в этой куче, если вам интересно, тут у меня вот попалась и Элита, и Вкуснотека, и Уральский дачник, и Сибирский сад. Знаю, что брала и Биотехника, и, ну короче, вот какая-то Агрохолдинг, поиск. А, это тоже Вкуснотека. Я, когда беру, я не смотрю никогда на наименование фирмы, на бренд. Я смотрю только вот описание семян вот этих, и подбираю, как я уже говорила, по тем критериям, которые мне нужны. Или который крупноплодный, или какой-то сибирский выносливый, или какая-то новинка, которая поразила меня внешним видом по картинке. Хотя я и всем говорю, что не покупайтесь на красивые картинки, но я все-таки, когда картинка очень красивая, и когда описание словесное очень вкусное, я не прохожу мимо, я беру, и я пробую, сама уже узнаю, соответствует ли это действительности. И я говорила, что много сотен сортов прошло через мои руки, какие-то высадив один раз всего. Я сразу понимаю, что это не для меня. Например, если он сильно капризный, или если он совершенно не подходит для сибирского региона, я его исключаю. Особенно, когда не было теплиц, я сразу безоговорочно убираю, потому что иногда выхаживать целый год и потакать его капризом намного сложнее, проще купить какой-нибудь подобный сорт, но менее капризный сибирского региона. Я скажу одно, что любые семена, которые я купила, вот, например, покупаю, вот понравился мне один какой-то, ну, пусть вот этот вот, цыган, я его беру. Даже если здесь, вот если посмотреть, даже если семена, например, какие-то меленькие, и не все они хорошего качества есть, я вижу, черненькие, мне достаточно несколько семян, чтобы посеять один раз. Я его выращу, я посмотрю, и если он мне понравится, если он покажет себя хорошо, то я соберу свои семена, и на следующий год это же растение, этого же сорта, оно будет намного лучше. Как я уже рассказывала летом, что растения, особенно томаты, они прекрасно адаптируются вот к нашему региональному, к нашему региональному климату. И у них есть генетически заложенные, которые вложены, у них свойства, характеристика, вот, материнские. А есть приобретенные, посадив, если вам сильно понравится сорт, если даже фирма вам неизвестная, вы не знаете, если даже семена невысокого качества, но вам хочется выращивать этот томат, вы его возьмете, вы его посеете, один раз вырастите, на следующий год возьмете свои семена, посеете еще раз, вы его немножко адаптируете, вы его немножко скорректируете, и у вас уже будет прекрасное растение. Я вот всем говорю, что один раз, когда первый раз, я беру, конечно, в магазине, потому что ясно, что я не занимаюсь каким-то выведением новых сортов семян, это даже не обсуждается. Все семена изначально или людям не присылают, делятся, или на обмен, или покупаю в магазине. Но потом я их уже довожу до ума, и на второй год, обычно на второй сезон, получив свои семена и вырастив уже второй раз еще раз этот сорт, я уже смотрю, тогда он уже соответствует, ну как, уже можно делать о нем представление. Так что вот какая фирма, например, какая хорошая, какая плохая, этого я не могу сказать. Я никогда таких оценочных данных не собираю, и я даже иногда не помню, какая фирма, вот сейчас нашла вот старый-старый, когда банан красный не начала выращивать, томат, я думала, он вообще, ну как, есть без указания фирмы даже, но он оказался вот гавриш. А вот этот вот, как я уже говорила, я беру иногда даже не фирменный, вот просто написано адрес, Барнаул, улица Попаленцев, такая-то, и телефон. Никакой фирмы, ничего здесь не указано, может быть даже... А, нет, золотой Алтай. Бывает иногда даже частные лица фасуют и не указывают, написано индивидуальный предприниматель, они не фирменные, они простые. Но если меня заинтересует сорт, я обязательно возьму его, обязательно из него выращу. Вот точно так же я вырастила томат жиростойкий, болезненостойчивый, который я больше нигде не слышала, больше нигде не видела. Он у меня прекрасно растет, я потом о нем расскажу. Больше ни разу я его не видела в продаже, и мне вот, если честно, на сегодняшний день даже вообще все равно, какой он был фирмы, главное, что он мне как ко мне попал, что я где-то его сумела купить, каким-то случайным совершенно образом, я его не искала специально. И как обычно говорят же, что самые такие интересные, оригинальные сорта томатов получаются иногда попадают к нам совершенно случайно, не из-за того, что мы ищем семена именно этой фирмы, а вот просто купили, и потом выросло такое чудо, и пошло дальше. Потом угостите своих соседей семенами, и оно начинает распространяться. Вот про фирмы. Все. Это очень коротко, потому что никаких сведений в этом я вам помочь не могу.